Итак, психологи, группа психологов выступает. Китер Марина, кризисный психолог, член Харьковской отделения Ассоциации специалистов по преодолению последствий психотрагмирующих событий. Григорий Валеньев, Елена, кризисный психолог, член Харьковской отделения Ассоциации специалистов по преодолению последствий психотрагмирующих событий. Чем двух она дали, кризисный психолог, в отделе Харьковской отделения Ассоциации специалистов по преодолению последствий психотрагмирующих событий. Прошу вас, кто из вас знает, начинай. Я начну. Добрый день. Я руководитель Харьковского отделения. Это громадская организация со сложным названием Ассоциация Украинская Ассоциация Пхитсив с подолами наскольких психотравомычных людей. Коротко мы называемся. Кризисная психологическая служба. Сегодня мы собрались рассказать об итогах года работы нашего отделения. Мы говорим условно, что мы работаем год, так как впервые в июне в госпиталь вышли первые психологи нашей службы. Хотя, по факту, первые психологи, которые до сих пор работают в нашей службе, были еще на Харьковском Майдане еще в декабре 2015 года. И работали там за всеми сторонами на снижение агрессии. В дальнейшем, когда в июне месяце поступили в госпиталь первые раненые бойцы, эта же группа психологов вернулась в госпиталь с предложением командирам госпиталя о своих услугах, о поддержании солдат. В дальнейшем Марина Кехтер расскажет более подробно об этой работе, потому что она является координатором группы именно этого направления. Я единственное, что могу сказать, что за год работы было проведено индивидуальных и групповых консультаций в госпитале более 2,5 тысяч. То есть у нас по Украине самая сложная ситуация именно по работе в нашем госпитале. Так как я являюсь еще и координатором группы по работе в воинских частях, в военнослужащих и воинских подразделениях, я более подробно остановлюсь на этом направлении. Вот как раз после того, как в госпитале стали коллеги сталкиваться с ответом, с реакцией ребят на их работу, ребята говорили, что если бы мы знали до того, как попали в боевые действия о том, как можно было себя вести, мы бы, наверное, как-то по-другому были более устойчивы. И пришли мы к выводу, что действительно нужно проводить сразу работу, обучать ребят, солдат, мобилизованных, именно указанию первой психологической помощи. И в связи с этим мы ринулись тоже в воинскую часть, которая находится у нас под Харьковым, в село Башкировка, это Чугульский район. И очень долго добивались того, чтобы пустили вообще психологов работать. Было очень сложно, но нашли все-таки взаимопонимание, и уже мы мало того, что год работаем успешно, еще и очень часто нас областной военкомат зовет конкретно, если знаешь, что переходят в часть конкретные какие-то еще, базируются там другие из других городов. То есть так как у нас находится пересылочный пункт, вот Башкировка, да, прифронтовой, мы считаемся, город, то есть в нашей части действительно базируются и другие воинские подразделения, и нас тоже вызывают на работу с ними. И опять-таки столкнулись с несколькими такими проблемами, ну даже не проблемами, я хотела сказать о том, что мы действительно меняем свою работу по факту, по запросам. То есть изначально мы пришли в воинскую часть обучать, оказанию первой психологической помощи, но после того, как ребята 92-й отправились в зону АТО, буквально через неделю они вернулись из-под Иловайска. И нам пришлось быстро менять свою работу, и мы стали проводить группы отреагирования, отреагирования тех проблем, с которыми они столкнулись, с той агрессией, которую они вынесли. То есть там пошла больше уже индивидуальная работа, поэтому вот у нас мы накопили очень большой опыт еще и работы во время ротации с ребятами. Опять-таки это с помощью руководителей части, командиров, они нас зовут, они организовывают нам процесс работы, что немаловажно. Единственное, с чем мы столкнулись, с проблемой работы с демобилизованным, потому что ребята приходят, и они приходят сразу уже фактически домой. То есть они сдают оружие, они получают бумаги. Если нас в этот момент не приглашают в часть, нас там уже, в принципе, и не ждут, ребята уходят в город, и, конечно, они не обращаются за помощью психологической к психологии. Может быть, я об этом чуть позже еще более подробно расскажу. Ну вот хотелось бы, конечно, чтобы уже вышестоящие дистанции все-таки сделали, что мы давно добиваемся, именно буферную зону, когда после прихода ребят на демобилизацию. Была хотя бы неделя их нахождения в воинской части, чтобы была возможность пройти медкомиссию и... Хорошо. И чтобы была возможность у них пройти, мало то, что сдать оружие, получать бумаги, но пройти какую-то медкомиссию и все-таки психологическую поддержку. Мы больше акцент даем все-таки на поддержку, а не на помощь, потому что ребята все мужественные, сильные, нуждаются всего лишь в поддержке, в хорошей встрече просто. Еще я хочу рассказать о том, что какие еще виды работы оказывают психологи нашей службы. Это работа с переселенцами. Первые переселенцы были встречены тоже психологами нашей службы. Была работа проведена в детском лагере оздоровительном «Ромашка», в Чугуеве, в лагерь «Прометей», в Славянске, в нескольких лагерях детских оздоровительных. Всего общее количество людей из 700 человек-переселенцев, из них половина детей. Была оказана такая помощь. В Харькове, в Харьковской области еще на данный момент, я просто перескакиваю, хотела сказать о том, что у нас есть еще отделение по работе с семьями погибших. И в Харькове на данный момент, в Харьковской области, 53 таких семьи психологи нашего отделения работают с этими семьями. Сложность в работе, потому что нужно каждому приехать, доехать. Поэтому основной акцент идет на телефонное консультирование. И уже за год два раза проводилось такое мероприятие, как родинное поло, где есть у семьи возможность встретиться, познакомиться, получить консультацию и психологов, и юристов, и соцслужбы. И с детками занимаются психологи, и проводятся поминальные молебнии. Ну, очень много мероприятий, после которых действительно семьи приходят в более стабильное состояние. Я хотела бы еще сделать акцент на том, что у нас работают психологи все с высшим психологическим образованием. Кроме того, мы получаем образование кризисное, благодаря нашей ассоциации, бесплатное образование. И нам помогают в этом психологи со всех стран Европы, и Америки. То есть нас обучали действительно психологи из США, и Дания, Польша, Латвия, Израиль. Ну, мы получили очень хорошее еще и образование кризисным психологам. Мало того, мы сейчас еще и сами уже обучаем других психологов, психологов, волонтеров, соцработников. Также мы проводили обучение в трех военных училищах, не училищах, а университетах города Хайкова. Пятому курсу, который срочно под Новый год их выпускали и отправляли в зону АТО, мы проводили в течение целого дня тренинг по обучению, оказанию первой психологической помощи. Хотела еще сказать, что у нас есть направление такое, как выезды в АТО, то есть группа экстренного реагирования. Ну, уже девочки более подробно об этом расскажут. Спасибо. Сейчас я вступаю. Хорошо. Я возглавляю группу, которая работает в Харьковском госпитале. Хочу сказать, вот те направления, о которых только что говорила Наташа, все они возникали стихийно. Возникала ситуация, например, вышла с окружения 24-ка, волонтеры пригласили их встретить, и отсюда возникла наша работа потом в дальнейшем с воинскими частями. И на сегодня такая ситуация, когда официально мы все как будто бы почти не существуем. У ассоциации есть договора с госпиталем, с Минобороном и так далее. Но сейчас в Минобороне происходит реструктуризация. Тот отдел, с которым мы сотрудничали, он реструктуризируется. И, на мой взгляд, сегодня одна из больших таких проблем – это проблема легализации вообще нашей работы. Я об этом еще чуть позже подробнее скажу. В госпиталь мы зашли 10 июня прошлого года. И, как Наташа уже сказала, отработали индивидуальные, групповые консультирования более 2000 часов. Также мы работаем с сотрудничаем и в госпитале МВД. Наша работа связана с первой психологической помощью, первичной интервенцией, отреагированием. Работа с сотрудниками госпиталя по теме выгорания и так далее. Действительно, нас очень поддерживают коллеги из-за рубежа. Да, приглашают, слава богу, бесплатно обучают такие трех-пятидневные тренинги, на которые нам удалось несколько раз выезжать. И эта информация, она как никогда вообще в такое военное время, она настолько, не только как информация важна, но и важна просто как поддержка кого-то за рубежом, что о нас знают, что нас поддерживают и понимают, в чем мы вообще находимся. Потому что очень большая разница между ситуацией в Харькове и психологическим состоянием всего, что здесь происходит, и даже Киевом, не говоря уже о тех странах, которые вообще не понимают зачастую до конца, в чем вообще дело. И что касается работы в госпиталях, основная трудность это то, что эту работу нужно тоже делать наконец-то легально и начинать за нее платить. Работа очень токсичная, очень тяжелая. Если брать стандарты за рубежом, то вообще положено с одним травмированным работать, с одним тяжело травмированным в неделю. Что говорить, если мы заходим в госпиталь, 2-3 дня в неделю стабильно работаем, а в прошлом летом и 4-5 дней я работала в госпитале, потому что был поток раненых, раненые заходят к нам, заходили в прошлом году 3-5 дней, 7 дней и уходили на другие госпиталя. То есть поток просто сумасшедший. И зачастую мы видим их единственный раз, и этот единственный раз очень важен, потому что если сделать в этот единственный раз правильную интервенцию, то те последствия, которые в дальнейшем могут произойти, с человеком в результате психологической травматизации, если человек ранен, она точно есть, это психологическая травматизация, то последствия геометрической прогрессии, они нивелируются. И сейчас, вот глядя уже, имея возможность наблюдать некоторых бойцов на протяжении нескольких месяцев, могу сказать, что у меня очень повысилось мнение о человеческой психике, способность ее к выживанию. Действительно, проходит несколько месяцев, и люди, некоторых приходится по телефону поддерживать, с кем-то удается живьем как-то работать, но это очень мало, потому что в нашем госпитале харьковчан не так много. Но мы видим, что эта работа эффективна. И это то, что заставляет нас опять идти ее делать, вопреки той ситуации, которая сегодня сложилась вообще в стране относительно психологической помощи. Основная трудность на сегодня, это как раз вот состояние, как будто бы у нас есть две реальности. С одной стороны, мы работаем в госпитале, нас все знают, у нас есть даже грамоты от госпиталя, от МВД и так далее. С одной стороны, с другой стороны, есть официальная часть и Минобороны, и другие организации, которые сейчас разрабатывают различные идеи, программы реабилитации, и для них мы вообще невидимые. Очень удивляло, когда в течение года собиралось огромное количество круглых столов в Киеве, доктора, кандидаты наук, которые не видели ни одного бойца, но они все время пытались месяцами решить вопрос, как им построить реабилитацию, с чего начать, как они будут лицензии выдавать, кого они будут допускать и не допускать. В Украине сегодня сложилась такая феноменальная ситуация, когда, например, звание психотерапевт у нас и в Европе это разное. Вот все психологи, которые сегодня работают в нашей службе, основная часть их, кроме базового образования, имеют еще европейское образование, ну, например, гештальтерапевт, арктерапевт или какое-то другое, когнитивная терапия. Если, например, Германия, любой другой стране, закончив такое обучение, человек имеет диплом психотерапевта, то есть психотерапевт в Европе это не тот человек, который закончил мединститут как врач и три месяца поучился психотерапии. В Европе это четыре года личной практики, то есть личного опыта. Это имеется в виду что? Что терапевт, психотерапевт не только изучает метод, но и сам в течение этого времени проходит супервизию, терапию, то есть, ну, приводит себя в порядок. У нас этой культуры нет. И на сегодня у нас сложилась ситуация, когда, с одной стороны, психиатры звонят и приглашают нас прочитать лекции врачам, потому что буквально звучит, что мы не знаем вообще, что делать, как разговаривать с этими бойцами. Но, с другой стороны, когда идут какие-то официальные общения, слышны такие возгласы, я сама лично присутствовала, когда это происходило, что вообще непонятно, что это за психологи, откуда эти волонтеры взялись, а может они вообще профнепригодны и так далее, и так далее. И так и продолжается по сей день. С одной стороны, мы единственные, кто тащит сегодня эту проблему на своих плечах, поскольку никакой государственной вменяемой структуры по сей день не создана. Идут бесконечные консультации. Я уже не знаю, если, ну, мы не авторитет. И меня удивляло вообще, когда люди собираются обсуждать эту проблему и не изучают вообще никак поле этой проблематики, которая уже существует второй год. И меня удивляет, допустим, нас не слышат, но есть специалисты, которых в том числе наш президент пригласил нам помогать. Например, Пьюселик, который опубликовал уже несколько статей на эту тему о катастрофической ситуации в Украине в связи с тем, что бесконечный хаос в этом вопросе и нет государственного волеизъявления вообще решить эту проблему адекватно. Почему ее надо решать? Потому что, понимаете, волонтер в Европе – это человек, который по пятницам в свободное от основной работы время может что-то сделать для страны, чего он хочет. Но то, что делаем мы, далеко уже вышло за рамки волонтерства. Профессиональная работа психолога с такой токсичной средой, то есть когда ты работаешь с тяжело травмированными, мы работаем, нам приходится, и с теми, кто побывал в плену. И с бойцами, которые 8-9 час после поля боя. И все, что мы выслушиваем, и все, что мы вынуждены как в своей работе с чем сталкиваться, мы сами являемся инструментом, который работает, и мы нуждаемся в том числе в поддержке. Когда ты за это не имеешь возможности неадекватной получить материальной поддержки, не имеешь возможности в связи с этим ни себе помочь, не можешь надеяться только на то, что, опять же, нас хорошо понимают коллеги из-за рубежа, поляки устраивали нам супервизионные такие выезды под Львовом, где нас, то что мы между собой говорим, нас почистить, да, то есть когда с нами работали. То есть эта работа должна быть адекватно налажена. И налажена на европейских стандартах. Когда тот человек, который работает в токсичной среде, то есть работает с травмой, обязан был бы находиться тоже в режиме супервизии, то есть супервизии и психотерапии. Потому что, еще раз повторюсь, человек, который работает, психолог, психотерапевт, работающий с травмированными людьми, сам этот человек является инструментом. И очень важно, чтобы этот инструмент тоже был качественным. Вот это, ну, если так кратко, это та проблема, которая нависла над Украиной, и вменяемого вот такого понятного языка до сих пор не найдено. И не найдены даже люди, которые бы могли инициировать или о чем-то вообще говорить. Потому что возглавлять пытаются эти темы кто угодно. И экономисты, и юристы, и все кто угодно, и зачастую психиатры, которые, например, считают, что они вообще не должны были появляться в госпиталях, потому что нас не позвали и нам не заплатили. Это не все, конечно. Есть психиатры, которые благополучно с нами сотрудничают. Есть психиатры, которые в том числе заканчивают европейские школы психотерапии. То есть являются врачом, психиатром и плюс, допустим, гештальтерапевтом или когнитивным терапевтом. И с ними диалог нормален. То есть они в том числе входят в нашу ассоциацию. Что делать со всем остальным? Тем более, что вообще-то по всем стандартам и по опыту тех людей, которые работали с темой ПТСР в других странах, на самом деле не все солдаты обязательно нуждаются в психиатрии. Они большой процент. И абсолютно точно психиатрия не решит проблему того огромного количества солдат, которые сейчас начинают демобилизовываться и начинают возвращаться в наше общество. Я хочу сказать, что я лично работала с одним из бойцов. Информацию, естественно, я оставляю закрытой. Я скажу просто по сути, что человек ходил с гранатами и с ними по городу ездил в троллейбусах, потому что у человека просто проявление симптоматика ПТСР, он чего-то там боится. И людей с оружием, которые окажутся в наших городах, и которые в результате своего состояния будут с этим оружием обращаться не так, как положено, очень большое количество. Мы говорим о том, что люди, которым дали задание «идите и защищайте», сама ситуация необъявленной войны травмирует. Потому что человек возвращается, там он знает, что шла война, а здесь все ходят как будто мир. И сама эта ситуация, она рождает такое расщепление психологическое. Плюс к этому, человек, которого Родина призвала и послала, Родина обязана обеспечить условия его реабилитации. То есть возвращение, если говорить, как это трактуют, например, американские психологи, они говорят не о реабилитации, а обилитации. То есть мы никогда не вернем этих людей в то состояние, в котором они ушли. Но мы обязаны им помочь тот опыт, который они получили, переработать и сделать так, чтобы тот опыт, который уникальный они имеют, он стал частью опыта, который имеет вся наша страна. И до каких пор можно еще прятать голову в песок, вот как сегодня происходит, как будто этой проблемы нет. Но что еще должно? Уже взрывались дома, уже происходило много ситуаций, связанных с тем, что оружие проникает и люди находятся в тяжелом состоянии. Они на сегодня, слава Богу, уже начинают осознавать, что нужна помощь, и кто-то обращается. Но это единицы. Потому что, еще раз повторю, когда государство берет на себя ответственность, посылая людей в так называемую зону АТО, оно должно взять на себя ответственность из-за последствия. Я хочу передать слово непосредственно психологу, который работает у нас в зоне АТО, Елене. И хочу сказать, что тоже девочки, которые выезжают в зону АТО, по сегодняшний день не имеют никакого официального статуса, который бы, например, не дай Бог, при обстреле или при ранении, они будут лечиться в нашей поликлинике. То есть юридически у них никакой защиты нет. Добрый день. Ну, тут вопрос статуса официального действительно у нас стоит. Хотя есть у нашей гражданской организации договоры с Министерством обороны, с Нацгвардией, с МВД. И мы работу ведем, с одной стороны, официально, координируемся с ними, а с другой стороны, все-таки, бесплатно и без получения какого-либо статуса. Вот такое странное положение. В целом, работа в зоне АТО, именно нашей Харьковской группы, ведется около года уже. Ведется в основном с бойцами. И в том числе сейчас стартовал проект по детским садикам. Выезды в детские садики в зоне АТО по линии разграничения. Работа с родителями и воспитателями. Как с детками обращаться, какие у них могут быть состояния, чтобы родители понимали их, не ругали, возможно, лишний раз. Ну, либо знали, как помочь ребенку пережить этот опыт и справиться. За год работы нашей службы в зоне АТО Харьковские специалисты посетили ее примерно 15 раз. И в целом длина выезда была около двух недель. Вот в основном. Но иногда выезды длились до месяца. И было проведено в ходе этих выездов около 100 групп. Ну и в разы больше индивидуальных консультаций. Всего работа велась с 14 подразделениями. Ну, в каждом подразделении по несколько сотен человек охватывалось. Ну, то есть, легко посчитать, что это, ну, вот, наверное, уже примерно 8-10 тысяч мы охватили военнослужащих нашими выездами. Основная проблематика, с которой нам приходится сталкиваться в зоне АТО, это, ну, во-первых, конечно же, помощь в острых кризисных состояниях. Потому что иногда приходится помогать людям, которые вот с поля боя буквально несколько часов, либо же в госпитале прифронтовом, либо же, ну, вот, выходят откуда-то, ну, достаточно, ну, в разных состояниях, в том числе и острых состояниях. Второй аспект нашей работы — это работа с последствиями информационно-психологических операций, которые проводит враг. И, в общем-то, очень гигантский пласт работы, потому что зачастую, ну, с людьми ведутся такие операции, которые и направлены на их деморализацию, вот, и на, скажем, нежелание, на то, чтобы убрать их желание защищать родину. Очень много такой работы. Потом также семейные проблемы часто возникают, надо это признать. Естественно, алкоголизация тоже работаем. Ну, вот это в целом проблематика. По предложениям, которые, и по проектам, которые сейчас стартуют, ну, конечно, очень важно правильно сделать именно реабилитацию бойцов. Вот это я хочу обозначить. Уже сегодня в стране идут десятки судов над бойцами, потому что один одного творил, другой другой, один там в лавку конфет выстрелил, другой там набил лицо какому-то высокопоставленному представителю власти. И, как бы, очень важно, чтобы люди получали, вот сейчас стартует проект, получали в том числе юридические знания. То есть идея такова, чтобы сделать бойцов, которые уже в любом случае не будут равнодушны как граждане к своей стране, потому что они заплатили, кто-то полил её своей кровью, кто-то потратил гигантское количество времени в своей жизни целый год. И, в общем-то, люди эти не останутся равнодушными, тем более что среди, скажем так, последствий пребывания на войне выделяют обострённое чувство справедливости у людей. И поэтому очень важно для нас, вот в том числе с оружием, вот эти игры, в том числе очень важно, чтобы бойцы научились решать свои проблемы, в том числе гражданские проблемы, мирным путём в рамках правового поля. Вот над этим сейчас ведётся работа в одном из проектов. Далее по реабилитации бойцов уже на выезде сюда, демобилизированных. Очень важно построить её таким образом, чтобы люди шли на эту реабилитацию. И я вижу в идеале не просто, как сейчас делают оплату специалистов, которые желают помогать, и не просто создание чисто психологического и юридического центра, а именно большого центра, типа Дом бойца, которое будет включать в себя и психологическую помощь, и юридическую помощь, и социальную помощь, и в том числе будет там возможность позаниматься спортом бесплатно, там будут массажисты, потому что физиореабилитация – это очень важный аспект реабилитации. И где будут в том числе различные работодатели, волонтёры, то есть это будет большое тусовочное место. Это вот в идеале, чтобы бойцы действительно шли на эту реабилитацию. Делать её, как некоторые себе предполагают, в психиатрических каких-то отделениях, или при госпитале, знаете, ну не один боец из всех, кого я знаю, да я сама бы не пошла на реабилитацию в психиатрическую клинику. То есть, ну как-то так может быть в нашей стране. Ну есть действительно достойные психиатры, тут я не хочу их умолить, но бойцы не пойдут ложиться в клинику психиатрическую на реабилитацию. То есть нужно какое-то место, где им будет интересно находиться, где которые они будут регулярно посещать, сами по своему желанию. Ну вот в целом. И ещё, ну конечно, предложение очень важное, всё-таки сделать из нашей организации какой-то, возможно, государственный департамент. Вот именно из специалистов, которые уже работают больше года, потому что, конечно же, большое уважение всем специалистам, которые психологи и психотерапевты, но те, кто работают уже год и больше, они всё-таки разбираются в теме. Вот я смотрю по нашим специалистам, некоторые даже побольше, чем иностранные коллеги, которые приезжают нас обучать. Ну как-то так. То есть надо создать, инициировать какой-то государственный орган, чтобы мы могли спокойно пользоваться теми ресурсами, которые может предоставить нам государство. Вопросы перейдём? Привет. Вопросы есть. Да, пожалуйста. Прошу прощения. Дмитрий Овсянкин, у меня два вопроса. Вопрос первый, я его, по-моему, задавал уже, не помню, в вашей группе или нет. Используете ли вы в практике работы, привлекаете ли вы врачей, психологов, имеющих опыт, личный опыт участия в боевых действиях, или опыт предыдущей работы на поле боя, с людьми, которые воевали. Потому что теоретический опыт – это хорошо, а практические навыки работы – это другое. Это первый вопрос, и потом будет второй. Да, если можно, коротко только. Было, не было, кто... Мы не государственный орган, чтобы мы могли кого-то привлекать. Те люди, кто хотят, они могут зайти в нашу организацию и работать. Мы сотрудничаем, например, с лётным университетом, в котором есть психологи, которые ездят в Альто. Конечно, мы обмениваемся опытом и сотрудничаем. До Попроб. Я имею в виду... Он ездит в АТО, специалист, да, вот Юрий Широбоков. И мы с ним общаемся, и он в том числе участвует в наших каких-то мероприятиях, да? Если вы это имеете в виду. А предыдущий опыт? Ну, есть врачи, которые работали с миротворцами нашими много лет и в Сербии, и в африканских странах. Практически все, у кого мы обучались, вот смотрите, все, у кого мы обучались, например, Пьюселик, израильские коллеги, германские коллеги, все имеют опыт работы в горячих точках. Пьюселик прошел, например, 8 войн. Последний семинар с израильтянами, они постоянно находятся в зоне боевых действий, да? Не всегда опыт, который был в Афганистане, сейчас приемлем из-за того, что война. Она другая. Тем не менее, мы рады всегда и сотрудничаем с теми, если есть у человека такое желание, конечно, почему нет. И еще один вопрос, коллеги. Вот вы говорили о психологической работе с бойцами и с теми, кто вернулся оттуда уже, отслужив свой срок. Поднимался ли вопрос, хотя бы в теоретическом аспекте, о психологической работе с чиновниками, которые этих людей принимают? Потому что, давайте говорить так, все то, о чем вы говорили, особенно Елена, о конфликтности бойцов отвоевавших, более чем на 50% зависит от того, как его встретил чиновник в кабинете. Это провокация агрессии, провокация неадекватного с точки зрения мирного города поведения. Вот проводились ли такие исследования, делали ли вы какие-то наработки о необходимости работы с этим контингентом людей? Мы исследования, это тоже очень дорогостоящая штука, на это нет ни сильных ресурсов, но мы сотрудничаем с ОБЛДЖ-администрацией, да, и проводились семинары для сотрудников, именно тех, кто сталкивается с бойцами по своей социальной работе. Проводился вебинар для сотрудников области, и недавно тоже проводился семинар именно для тех чиновников, которые непосредственно будут встречаться или уже встречаются с бойцами, которые возвращаются. Но, поскольку вопрос, вот то, что вы, он абсолютно адекватный и правильный, но я вам скажу, как это в государстве решается, с министерств спустили нашему ОБЛДЖ-администрации задачу наладить эту работу ресурсов на тех, которые есть, ноль, то есть ничего не выделено. Ну вот поэтому она так и решается. Мы как ответственные волонтеры, нет, даже ответственно можно назначить, но когда под это нет никакого ресурса, это значит, я в госпитале еще должна сбегать туда, прочитать лекцию, и так мы и живем. То есть это не есть здорово, нормально, мы не решим этот вопрос. Мы готовы профессионально помогать, да, но организационно и менеджерски, это должно делать все-таки государство. Но, ваше мнение, необходима такая работа? Более чем необходимо, мало того, те люди, которые работают, почему мы стали в итоге, придя к бойцам, работать и с сотрудниками госпиталя? Да потому что нахождение, ну, в таких ситуациях, да, оно травмирует, и общение с такими людьми, оно специфическое, и этому, правда, нужно обучаться. И вот в Праге мы проходили семинары, которые нам читали как раз те люди, которые сотрудничают по роду своей работы, сталкиваются с такими людьми, и это есть практика мировая, опыт этот нам благополучно передали. Мы готовы его дальше распространять. Но организационный момент должен идти государственный все-таки. То есть вы знаете, что пора принимать государство, делать такую работу? Понимаете, вот то, о чем мы сейчас говорим, я просто немножко оптимизм теряю насчет того, что, ну, вот говорим и говорим, еще год назад, ровно год назад, я кричала, по-моему, даже здесь же о том, что надо срочно создать службу кризисной психологической помощи как департамент, именно как государственную службу, в которую включить тех людей, которые уже работают, а потом уже наладить через нее обучение, и все. Прошел год, ничего никто не хочет ни слышать, ни видеть, потому что фокус сейчас у всех на 50 выделенных миллионах, и каждый пытается понять, как он к ним подпрыгнет. Все, больше никого ничего не интересует, к сожалению. За редким исключением специалистов и психологов, которые вот как волонтеры просто это делают. Я хочу сказать, что второй год волонтерства, это уже, ну, не здоровый вообще диагноз самому государству. Спасибо, пожалуйста. Добрый день, Кирилла Ларина. Имеется ли финансовая поддержка в вашей общественной работе, грантовой программе? На сегодняшний день практически не имеется. Хотя была, были канадские гранты, вот, были различные другие гранты, других фондов, но на сегодняшний день нет поддержки. Они очень короткосрочные, за год, на два месяца, там, грантов, два месяца, три месяца. Вот смотрите, историю по госпиталю могу рассказать. В июне нам попытался начать помогать Каритас. Через два месяца ему постучали, сказали, вы не должны работать, в Европе принято какое-то такое очень странное для меня решение, что многие организации общественные его подписали, что они не работают с участниками конфликта. То есть нам не может помогать Каритас, потому что он не имеет права работать. Это одна из, ну, огромных организаций. Где-то, по-моему, с декабря или с ноября нам начали другие гранты пробовать, ну, помогать. Но, если грант выделяют, вот у нас госпитал, моя группа отработала 192 часа. По гранту нам оплатили аж 10. Это помощь? 192 в месяц? В месяц, да. И нам оплатили 10 из этих часов. Ну, это что, о чем говорить? Вопрос от кризисных специалистов. Скажите, пожалуйста, а когда вы работаете? На что вы живете? На что вы живете? Отвечаю на этот вопрос, да. Живем мы гораздо хуже, чем жили раньше, честно говорю. Потому что, действительно, и, ну, очень устаем. Потому что, действительно, меня, например, в ноябре просто друзья забирали отсюда. На 10 дней в Казахстан просто приводить себя. Потому что работа, полдня мы работали в госпитале, полдня на выезде в воинскую часть. Мы еще тогда не знали, что нельзя это совмещать. И что вообще столько работать нельзя в военной теме. Вот. И в ноябре я сгорела. И просто мне выслали билет. Друзья за свой счет вывозили меня, приводили в чувство. И у каждого из нас примерно такая история. То есть, потом я говорила уже к нам коллеге. То есть, приезжала Ирена Голуба, которая 5 дней нас обучала. Бесплатно мотив. Мы спрашивали, для чего вам это? Она сказала, потому что я знаю, что следующими будем мы. Нас бесплатно обучают поляки. Мотив тоже я спрашивала, почему вы это делаете. Обучают это в том числе и супервизируют. Супервизия это когда нас как раз приводят в порядок. Я говорю, ваш мотив. Оказалось, что у руководителей Института интегративной терапии замечательные вообще люди. И у них в роду тоже у кого-то бабушка, у кого-то дедушка. Украинцы. И поляки сейчас очень ярко выражают свою поддержку нам. Потому что они говорят, вы держитесь, потому что мы боимся, что мы следующие. Вот этот мотив. Израильтяне приезжали, ну понятно, многие из них бывшие выходцы из СССР. И многие, даже харьковчане есть. И тоже их мотив понятен. Но израильтяне в этом отношении действуют более организованно. У них просто на государственном уровне. Через, спасибо посольству Израиля, налажена была эта поддержка и оплачена. И нас обучали израильтяне, израильские военные психологи. Но их работа была оплачена их государством. Спасибо. Скажите, как Вы считаете, может быть нужна ли вам помощь, такая же психологическая помощь, тем волонтерам, которые уже год и полтора года работают, забыв о семье, забыв о своем деле. Как Вы считаете, ответите на это у нас. И как с ними надо работать? Обязательно, просто они уже сами криком кричат и обращаются к нам. Мы сейчас работаем просто в одном реабилитационном центре, куда нас пригласили, нам выделили помещение. И там есть представители, волонтеры организации благотворительной «Харьков с тобой». То есть мы очень дружим, сотрудничаем. И вот ребята просто обратились, и мы в индивидуальном порядке с ними работаем. Хотя мы предлагаем всем волонтерским организациям проводить тренинги по выгоранию. У нас есть такие тренинги. И за этим тоже обращаются. Как можно узнать о том, что тренинги существуют? Где есть информация, какой режим работы? Это вот такой вопрос чистотехнический. Личные контакты. Вообще у нас есть телефон горячей линии, я его сейчас оставлю. Куда мы его? Вы его озвучите сейчас. Я сейчас обязательно его озвучу. 098-523-37-62. Да, телефон горячей линии. И по любым вопросам можете... В фейсбуке. Да, а в фейсбуке Наталья Чернуха. Но у нас закрытая группа. У нас есть группа, которая называется «Харьковский осередок» нашей организации. В целом можно обращаться в психологичную крызовую службу в фейсбуке. И также есть сайт, называется psyservice.org. Там есть контакты по всем городам, в том числе Наташина. И через нее можно уже запрашивать специалиста в том или ином направлении. Ну вот вы, например, сказали, что... А, пожалуйста, пожалуйста. Нужно ли у вас право отравка? Скажите, есть ли поддержка социализации один из них? Как же вам в ближайшее время? Вы будете продолжать свою деятельность? Пока идет война, да. Пока, конечно, куда же мы наденемся. А если предположить, что вдруг получается так, что... Социально ответственные граждане... Волонтеры уходят, вот, как бы, и сгорают, да, просто силы больше. Что происходит дальше? То есть, получается, психологическая поддержка просто на данный государь? Ну, мы начали... Сегодня это просто... Ее нет. То есть больше никто приходить не будет? У вас нет... Ну, если наши специалисты, которые на зарплатах сидят и ждут, что когда к ним придут, попросят и заплатят, а к ним никто не идет, не просит и не платит, то, наверное, ничего не будет происходить. Я как раз... Другое дело, что за эти два года мы тоже... Ну, вот, второй год мы уже тоже чему-то научились. Мы научились понимать, как работать. Мы научились вовремя уходить на супервизию. Мы научились друг другу помогать. И мы друг другу подсказываем, когда у кого идет, ну, уже какая-то симптоматика выгорания. То есть на сегодня мы уже осознали сами эту проблему и стараемся идти в том режиме, который нас не убьет. Поддержит. Да-да-да, я хотела добавить как раз, да. Действительно, наступил такой вот очень сейчас сложный для нас момент. Год практически непрерывной работы. И сейчас многие из нас... Я на данный момент в отпуске. Я, да, просто позволила себе уйти на некоторое время, потому что действительно наступает такой момент, когда нужно просто отстраниться от всего, отдохнуть, набраться сил, потому что если этой энергии внутри не будет, ну, не будет возможности дальше помогать людям. Так вот, сейчас мы просто набираем волонтеров-психологов, да, которых тоже готовы обучать. Которые тоже, если у них есть возможность, несколько часов в неделю посвящать этой работе. Пожалуйста, мы готовы, бесплатное обучение. Вливайтесь в наши ряды, потому что такое количество психологов, которые выпускают институты нашего города, нет нигде в Украине. То есть Харьков самый в этом плане продуктивный. Даже Харьков в этом плане продуктивный. Да, знаю. И вот наша группа СРЭК, она самая стабильная в городах Украины. Может, в связи с тем, что у нас достаточно в этом плане поле сильное. То есть, в принципе, вы, как говорили, приглашаете студентов и молодых выпускников. Студентам нельзя работать до... Нет, желательно, люди старше 35. А. С травмой нельзя работать до 35 лет, не рекомендуется. Да. Понятно. Еще раз, пожалуйста. Итак, телефон горячей линии, фейсбук-страничка звучит как? Еще раз, пожалуйста. В фейсбуке, ну, в фейсбуке просто... Психологичная группа, то есть в фейсбуке мы все есть. Психологичная группа, да. Есть психологичная группа, открытая группа, и там можно найти любого из нас. Просто нужно написать запрос, что нужен специалист в Харькове. Либо по переселенцам, либо по семьям военнослужащих, либо по военнослужащим. Последний вопрос. Вот как Вы считаете, каждый человек, это поступок, что ты идешь к психологу лечить свои психологические проблемы. Потому что начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Как Вы считаете, какой признак должен в себе определить человек, после которого он понимает, да, пора идти к психологу пообщаться? Когда он видит, что ему что-то мешает жить. Это в вас будущее сразу за полтора миллиона людей. Ну, пока что этого не происходит. То есть, когда человек понимает, что ему что-то мешает, он ищет выход, он находит психолога. Либо не находит и... Это один из путей, на самом деле, преодоления своей какой-то проблемы. И не нужно это воспринимать, как некое серьезное решение о своей жизни. Вы же, ну, уходите к стоматологу, когда у Вас болит зуб. Это же не... Ну, это серьезное решение пойти к стоматологу. Но, тем не менее, ну, что же поделаешь, если болит. Вот как-то так. Понятно. Спасибо. Вопросы здесь. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.